4 сентября. День Агафоника. Назван в честь святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих с ними. Агафоник жил в царствовании императора Максимиана. Он отвращал греков от поклонения идолам и приводил их ко Христу. За это он был схвачен и предан различным пыткам. Вместе с другими мучениками его возили по городам и пытали, принуждаясь отречься. Видя его твердость, вместе с другими мучениками осудили всех насмерть и усечение мечом. Сегодняшний день считался опасным и все потому, что наши далекие предки верили в леших. Считалось, что сегодня они приходят в деревню, чтобы повеселиться и разбросать сено. Чтобы этого не допустить, были распространены дозоры. Люди обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы наизнанку и брали с собой кочергу. Вообще, Лешего на Руси очень почитали как доброго духа природы. Он следил за тем, чтобы никто не нанес вред крестьянскому хозяйству. Верили, что он помогает добрым людям выбраться из леса и не заблудиться. И напротив, злых людей он заставляет беспрестанно плутать по лесным тропам. Те, кто видел Лешего, говорили, что с виду он может напоминать какого-нибудь родственника или знакомого. На нем всегда повязан кушак красного цвета, и это помогает распознать, что перед вами Леший. А левая пола его кафтана распахнута, обувь надета с левой ноги на правую и наоборот. Если сегодня человек сможет увидеть Лешего, то он поможет ему. Кстати, в народном календаре Лешему было посвящено достаточно много дней. Считалось, что 27 сентября Леший перегоняет зверей в лесу, потому старались не ходить туда без особой надобности. В октябре был день, когда чествовали Лешего и говорили, что он проваливается под землю для зимней спячки. Но перед этим сильно беснуется, из-за чего встретиться с ним опасно. Приметы. Если выдался солнечный день, хорошая погода продержится еще 4 недели. Уродились орехи, а грибов напротив очень мало, в холодной и снежной зиме. Если высокие облака идут против ветра приземного, скоро будет дождь. Вот, в нашем случае, то есть уже вот таким образом выглядит. Немножко сейчас сыр, немножко сейчас он остынет, то есть температура должна упасть ниже 40 градусов. Мы знаем, что мед нельзя использовать, если температура больше 40. То есть у нас свои целебные свойства. Хорошо. Ну давайте парочку кусочков сделаем с медом. Конечно, мы сделаем два сладеньких или три. Лучше два. Два, хорошо. Потому что все-таки, когда сладенько добавляем в белку, она, конечно, вкусная будет. Но вот с позиции сочетания пищи белков и сладков, это не совсем что будет благоприятно. Это уже, если сильный такой желудочно-кишечный тракт, то... Да, понимаем, это приступим. Хорошо, я беру куркуму, вернее, наш этот бутербродик без меда. Кстати, да, с меда. Ну давайте пробуем. Пробуем. Пока я еще немножечко скажу, вы пробуйте, что с позиции аюрведы, аюрведа, раз куркума, это продукт органной природы, то что она делает? Она способствует тому, что токсины, которые имеются в нашем организме, начинают гавать. За счет этого она очищает тело от токсинов, причем токсины, которые возникают от слизи, образующей пищи. Она и токсин заряжает. Меньше будете болеть насморком. Вот. Значит, она согревает еще кровь. Вот у многих еще мерзнет. Кстати, мерзнешь, не мерзнешь? А, почему еще Евнатий любит куркуму? Вот я беру руку, а ручка немножечко прохладненькая. И когда мы с вами едим куркуму, тем самым увеличивая теплотворные способности организма, у нас мы вытесняем кровь из организма. И кровь становится намного горячей. Это уже большой плюс. И, кстати, в институте можешь сказать, спортсмены, которые занимаются, чтобы у них не было различных травм, они могут использовать куркуму, для того, чтобы связки становились более эластичными. Поэтому я раз-за-два, как, например, чаек, вот такой вот бутербродик, кстати, попробовал. Я бы еще заметил, что в этом бутербродах способствует чему. То есть человек пытается прочувствовать вкус, да, в процессе употребления, жуешь медленно, то есть 42 лет законное движение жевательное человек делает, да, и, соответственно, есть возможность прочувствовать вкус, как он есть, да, без всяких вот приукрас. И зарядка, зарядка для мыслей. То есть зубы работают, челюсть работает. Что немаловажно, потому что рафинированной пищи сейчас очень полно, к сожалению. Так, и как вкус теперь оценить? А то я вам много рассказываю и хвалю сам себя. Хороший вкус, который насыщает. И действительно хлебушек надо брать такой, знаете, ну, там, или второго сорта, или зерновой, чтобы с отрублями, чтобы все это у нас было. Такой особенно будет, как раз для этого, для куркумы такого подходить. Очень хороший бутербродик получился, будет упитывать. И, кстати, еще, знаете, что делает куркума? Самое удивительное, она же воздействует не только на физическое тело, не только на эмоции, но она еще воздействует на энергетику. И, кстати, считается по восточной философии, что куркума очищает энергетические каналы, помогает работать чахом. За счет этого человек становится более чувствительным к окружающему пространству, у него пробуждается экстрасенсорная счетспособность. Вот. Что она делает? Кстати, очень хорошо людям, которые занимаются умственным трудом, а также, ну, чья жизнь в основном связана с искусством, ее кушать. Это будет навевать какие-то у них такие мысли творческие на то, чтобы все это там у них, ну, создавались какие-то там картины, шедевры и прочее-прочее. Это тоже немаловажно, потому что некоторые люди не понимают, откуда взять вдохновение, а оказывается, откуда мы их можем брать. Да, мы можем брать из тех же специй. Кстати, спицы вообще вот это удивительная вещь, которая, ну, как бы сказать, изобретена природой и насыщена огромным количеством различных энергий, которые, кстати, возбуждают еще творческие энергии. То есть творческий потенциал напрямую связан с употреблением пищи. Да. То есть человек есть то, что он ест. Правильно. И, кстати, астрологи считают, что куркума дает процветание. Почему? Потому что вниз сосредотачивается энергия, энергия матери и земли. То есть первозданная энергия, как говорили, индусы, кундалини. Энергия кундалини. Эта энергия строила в нашей арене, потом ее поддерживает. И отличный запах. Кстати, вот этот запах прекрасно уже за счет самого запаха очищает пространство от важного рода микровол. Гена, а расскажи о своем первом опыте использования куркумы. Вот ты ее до этого не ел, а потом поел. И что с тобой произошло? Что ты почувствовал? Какие перемены в сознании, в организме? Почему ты ее стал еще применять? Куркума, безусловно, что-то привнесла в сознание новое. Я пытался понять, что это такое. Читал литературу. И узнал больше о куркуме. То есть мы уже проговорили, насколько это действительно целебный и полезный продукт. Как специя. И я ее стал использовать уже в каше. Если я раньше варил кашу, к примеру, на завтрак овсяную с изюмом, без куркумы, да, даже иногда сахар плавный, то есть потом я стал использовать без сахара, но с куркумой. Цвет способствует пищеварению, да, вкус, аромат, то есть запах, все есть в продукте. Вот потом я стал экспериментно дальше продолжать, как напиток его использовать. Как чай. Как чай, конечно же, безусловно. И в холодную, сырую погоду, такой ненасти, что-то немножко вот, наверное, каждого подламывает, вот эта сырость, да. То есть выпьешь стакан чая из куркумы и чувствуешь, что значительно лучше, что синергия побежала, как вы правильно заметили. То есть синергия становится больше, каналы начинают крутиться. И вот я сейчас отмечу важную особенность, которую как раз Геннадий подчеркнул. Это то, что сырую погоду, дело в том, что сырая погода, будем говорить, она пронзает наш организм. И за счет этого наши процессы в организме начинают идти более вягло. Во всех отношениях. Как только мы используем специю, она добавляет огонька, вот это все это влага, которая там лишняя есть, подсушивается, да. И сразу же работает все лучше. Поэтому особенно вот в сырое время года, в сырое прохладное время года, очень хорошо это используется. И вот я попробовал. И должен сказать, действительно, вкус очень интересный, приятный, так сказать, вот упитывающий. И я предпочитаю, конечно, сочетание вот хлебушка зернового с сырком и с куркумой. Вот. А что касается вот с метком, я думаю, это больше, конечно, подойдет для детей. Они там любят сладенькое. И в то же время у них будет и сладенькое, и полезненькое. Поэтому используйте наши рецепты, которые мы вам сказали. И, Надей, спасибо большое за чаек, за куркуму, за бутерброд. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!